Уважаемые любители бильярда Судьи у стола Александра Тимофеева выходит Илья Киричков Человек, который прошел с самого низа практически отбора на этом турнире Напомню, что здесь была и квалификация И его сегодняшний соперник тоже Человек, не попавший в число восьми сеяных Ярослав Тарновецкий Итак, напомню вам, что 32 участника приняли старт на этом турнире И вот из них 32 осталось только двое Помогать смотреть за этим финальным матчем Вам будет комментатор телеканала «Спорт» Павел Черемесин И мой сегодняшний собеседник, коллега Владимир Наркулов Здравствуйте Здравствуйте, Павел Ну что, Владимир, как вы считаете? Молодость против опыта, такой избитый штамп Но, тем не менее, как вы оцениваете шансы и того, и другого игрока? Помимо того, что, как обычно, вы ожидаете, естественно, красивый бильярд Ну, на самом деле здесь можно сказать, что Илья опытный игрок Так сказать, у него за плечами очень большой опыт Но Ярослав Тарновецкий находится, как говорится, сейчас в состоянии постоянной победы То есть он еще, так сказать, не наигрался, не одержал те самые победы, которые его удовлетворяют Соответственно, я думаю, что он будет играть очень хорошо И при этом в душе, конечно, желает выиграть этот турнир Но здесь прогнозировать очень сложно Потому что, на самом деле, игра будет боевая И Илья будет показывать достойную игру И Ярослав будет ему оказывать серьезное давление в этом поединке Ну что же, ну, таков прогноз нашего эксперта Так он и ушел от прямого ответа, кто же сегодня победит Но давайте будем наблюдать за этим совместно Итак, Московская пирамида с немножечко видоизмененными правилами И начинается она прекрасным начальным ударом в исполнении Ильи Киричкова Надо сказать, что у Ильи Киричкова тоже победный дух сохранился В том плане, что совсем недавно он на одном из турниров Который показывал наш телеканал Выиграл в паре с Павлом Кузьминым матчевую встречу Россия-Украина Так что он прекрасно помнит еще эти ощущения Как выигрывать в финале телевизионного турнира Ну и вот та самая особенность в правилах Которые здесь приняты Игрок, забивший желтый шар Имеет право играть с руки из любого из двух имеющихся на столе домов Во всем остальном Это та же привычная нам Московская пирамида Ну это я сказал для тех, кто не видел ни одной игры С турнира в Николаеве Итак, 2-0 впереди Илья, и вот к столу выходит Ярослав Тарновецкий И сейчас мы посмотрим, будет ли он менять свою тактику Поскольку, как говорил Владимир Охарактеризовывая игру этого молодого украинского бильярдиста Он забивает шары и получает от этого невероятное удовольствие Вот будет ли он менять свои тактики, нет Похоже не будет Будет играть все, что стоит Если повезет То будет забивать совсем все Если в нормальном режиме То будет забивать большую часть Если не повезет То, соответственно Может и проиграть Я думаю, он не будет менять свою тактику Так как Его удовлетворяет То состояние И те шары, которые он играет И потому Смена тактического рисунка Соответственно, надо быть еще готовым к этому А так как у него стабильно все получается забивать Я думаю, он будет уделять акцент именно На точное забитие Ну вот сейчас Илья Киричков Видите, хотел было перевести шар на ту половину И похоже так и будет делать А нет, будет Ой, молодец какой От двух бортов Возвращает к себе Очень неплохо И кладет при этом Прицельный шар Потому что на ту половину Просто перекатывать биток Было очень опасно Поскольку Стоял тихий скат Как в одну угловую Так и в другую угловую лузу Пускай через все поле Неоднократно мы Говорили о том Что тихий свояк Через все поле Это довольно легкий шар Если таковой имеется Поэтому, видите Илья от двух бортов Возвращал шар к себе Ну и очень Неплохо получилось Видите, забил И получился Природный выход Да, и получился выход Только вот куда-то Торопится Илья До шести побед Проходит борьба Поэтому Дистанция и не самая длинная Но и не самая короткая Есть где развернуться Есть где Поварьировать тактикой В зависимости от того Как будет складываться Ситуация Для того или иного Спортсмена В этом матче Оттягивает, наверное, будет К себе сейчас Илья Нет, вперед Играет с прокатом Вперед с прокатом Пугает Лузу угловую Напомню, что Эти два Биллиардиста Уже встречались На турнире За выход В число 16 сильнейших Ярослав Творновецкий Обыграл Илью Киричкову За счетом 5-1 И Такие, знаете Реваншистские настроения Наверняка у Ильи Присутствуют Вам как кажется, Владимир Это является Дополнительным стимулом Если еще раз Приходится встретиться На турнире На том же турнире Своим обидчиком Конечно Здесь уже На самом деле Если ты играл С соперником Ты уже Представление имеешь О том Какую игру Он будет вести И уже психологически К этому готов Плюс Если они еще Встречались До этого Когда Соответственно Они тогда знают Друг друга И могут уже Применять Свои определенные методы Ну вот и посмотрим Кто сделал Выводы Из Той прошлой встречи Которая состоялась Буквально Двумя днями ранее В данном случае Я думаю Что Ярославу Будет Немножечко Посложнее Потому что Играют они Где-то Примерно В одну и ту же силу Но Два раза Обыгрывать Одного и того же Игрока В принципе Это сложновато Потому что У Ильи Побольше мотивации Соответственно Здесь его задета Где-то Спортивная Гордость Но уже Все-таки Это финал Надо сказать Что и Ярослав Тарновецкий Знаете Не может никак Насытиться Победами в финале Вот Все что мне приходит На ум Это его Из крупных Турниров Это его Успех В Финале Евротура Тоже Кстати По московской Пирамиде Молодец Илья Наконец-то Теща Решает Вопрос Забития Когда он В драматичной Борьбе Вырвал Эту самую Победу Из рук Уже практически Вырвал Из рук Артема Моисеенко 2-6 Проигрывал 7-6 Сумел победить А так Во всех Финалах Крупных Турниров Где бы Не участвовал Ярослав Он чаще Уступает То есть Стабильно Серебряный Да Не хватает Того Самого Последнего Шага Для того Зайти на вершину Ну я думаю Здесь Конечно Надо Проанализировать Свою игру Какие он Делает Неправильные Действия Уже на Стадии Финала Потому что Получается Самый важный Самый ответственный Матч И Финалы Надо уметь Играть То есть Здесь тоже Подготовочка Должна быть Серьезная Соответственно Большая В этом Большой В этом вопросе Практика Должна быть Умение Игры Финала Потому что Некоторые люди Не играют Финалы И когда Попадает Очень сильно По этому поводу Начинают переживать Груз ответственности Чувствует Не очень Хороший удар Сделал Все посмотрим Ярослав Какой-то Непонятный Он играл Свояк Но при этом Чуть-чуть Ему повезло Там чужой Это стоит Так Чужой Играется С выходом Будет играть Здорово Ну раскручивал Витя То есть не раскручивал Заужал Винтом Правым В данном случае Я думаю Нет Делал такой Наверняка Удар Забивал На 100% Но с элементом Оттяжки Иногда Определенные шары Играются Очень легко И они падают Если ему Придавать битку Нижнее вращение Ну он Еще Витя Правое Боковое Взял Для того Чтобы прицельный Хоть чуть-чуть Схватил левого Ох Какой удар Ну Отталкиваясь По таким ударам Которые Делает Илья Он показывает Что Настроен По крайней мере Да Хочет выиграть Этот турнир Причем У него Пока все Очень удачно Складывается Я обратил Внимание Что он В фартовой Жилетке Играет Илья Именно в этой Жилетке Они Два раза Бросился Ошибся И один раз Забил Да Забил Да Или я Будет Рисковать Где-то У него Будет Получаться Но Все равно Ошибки Допускать Будет Что один Игрок Что другой Ну Ну Предлагает Такого чужого Допустим Ярослав Такого чужого Что делает Не играет Играет Удар Удар Сложный 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 шар Пытался Сыграть Ярослав Без выхода Играл Илья только на забитие Чтобы еще больше упрочить свое преимущество в этой партии Но Было рядом Преимущество не упрочило Посмотрите что делает Что делает Ярослав Тарновецкий Бросается на все Но при этом везет Биток так встал Что наносить следующий удар крайне неудобно Соответственно Илья я думаю будет отыгрываться Вроде бы у него есть атака на среднюю лозу Но надо играть Через шар Что делает это Крайне неудобно Да нет не надо играть вообще С другой стороны и Смотрите Найти место постановки Битка Тоже Затруднительно Ибо Ну надо строго на борт ставить Здесь зона луза по-моему Да нет два борта даже было Ну вот отсюда может оттянуть Ярослав Свояка в середину Направо Направо да Крайне сложно А открыта же нижняя точка Будет будет играть Нет то что он играть может абсолютно любой удар Это однозначно Вопрос понимания насколько простой Этот шар Это стопроцентный риск Не на простого шара Согласен Просто мне кажется что Предыдущий удар Ярослава Был еще более Призрачный Там уже область ненаучной фантастики Просматривалась Здесь то хоть действительно можно было забить Обладая определенным навыком и мастерством Что естественно Присутствует У Ярослава А вот Предыдущий шар Когда он практически Помните Через весь Короткий борт играл Свояка На минимальной резке В отскок Да если бы он такой забил Помните как В рекламе Одной известной Банковской системы Я бы сейчас снял наушники И поймал такси до аэропорта Если бы он забил такого своего Честное слово Ну Ярослав у нас славится Такими Как говорится Криминальными ударами Мы же наблюдали уже Некоторые игры Где он показывал вообще фантастических Свояков Когда Его зажимают в угол И он уже не понимает Как отыграться Что делать Он просто Начинает Как говорится Атаковать абсолютно все Что видит Что Какая фантазия Приходит ему в голову Но рано или поздно Он не будет забивать Таких шаров И Будет чаще С них подставляться Ну вот собственно Что и происходит Наглядная Иллюстрация слов Владимира Такой шар не забить Можно конечно Но очень сложно Илья Так себе не будет Естественно Жизнь усложнять Берет на того шара 8-1 Очень уверенно провел Эту партию Россиянин И давайте подождем Статистику Вот она Графа не забил Получается что Илья Киричков Атаковал Чаще Узучен Ярослав Тарновецкий Только делал это Осмысленнее В отличие от Украинского бильярдиста Вторая партия Финального матча На турнире Серии Грам-при Евразии Что проходит В Украине В городе Николаев Начинается На сей раз Нерезультативным Ударом Ильи Киричкова Да еще и Видите Не очень везет Ему Плоско отскакивает Шар от Лузы Ходит вдоль Короткого борта И туда же На убийственную позицию Подкатывается Один из белых шариков Это означает Что Дармовой Свояк В угол Да еще и С подбоем пирамиды Хотел я было сказать Но Надо же так Попасть в коридор Да Да Не получилось Ярослава Сыграй потоньше Именно я думаю Он и планировал Забивая Свояка И еще Максимально Попадаю в кучу Прицельным шаром Чтобы позиция Поменялась В более лучшую сторону Свояка В среднюю лузу Напомню Что по правилам Этой игры Нельзя забивать шары В те лузы Которые находятся В используемом доме То есть В две ближних К себе Угловых луз Угловых луз Ни прицельный Ни Биток Забивать нельзя Болельщиков Конечно У Ярослава В зале На этом турнире Предостаточно Как говорится У себя на родине Он наверное является Любимчиком Приходит посмотреть Как он показывает Свое мастерство И снова проблема При игре с руки Мы это наблюдаем На протяжении Всего турнира Всех тех матчей Которые прошли На телевизионном столе Очень плохая реализация Причем что Заметим Что до этого Илья Играл с ВК И не проконтролировал Прицельный шарик Что сейчас Ярослав Играет по определенному Шару И понимает Что один из шаров Будет подкатываться На противоположную лузу И все равно При этом делает Такой удар Сейчас опять Не самого простого Чужого Кладет Илья Вы знаете Тут такой Симбиоз В игре У Киричкова Симбиоз того Как он Обычно ведет борьбу Ведь он Нельзя сказать Что он остроатакующий игрок Он Как вы сами сказали Спортсмен старой формации То есть Предпочитает Выкатать позицию Не всегда Надеясь На свою кладку Которая Есть у него Или когда-то была Предпочитает Сыгрывать Шары Наверняка А здесь Он Может Уйти В жесткий отыгрыш То есть Тактически Попытаться Переиграть Оппонента А то А то Вдруг Неожиданно Включать Такую Свою кладку Которая Как мы видим Ему За годы Не изменила Но есть же Определенные шары В которых он Уверен И большое количество Времени Уделил им на тренировках Наверняка Наверняка Но все равно Есть градация Шаров Сложной И тяжелой Вот два Чужих шара Которые он сейчас Положил Оба относятся Я не знаю По моим Критериям Относятся К разряду Сложных На дикой резке С одной Половины Стола Да еще Там Шар Мешался Непонятно Было Проходит Чужой Не проходит То есть Масса отвлекающих Факторов Илья кладет Потом выходит На удар Через все поле Кладет По мне Так оба шара Сложные Честь и хвала Конечно Что забил Но далеко Не всегда Ведь он Исполняет Такие удары Значит уверен Уверен Хорошо Свояк Очень тонкий Возможно Будет играть Нет Я думаю Ползунка Будет Играть Но возможно Заложился На Свод Стола Известно Что на тихом ударе Любой стол Шарик Может Подсвести Ну это уже Стол здесь Новый Потому здесь Будет Крайне Мало Так сказать Его сводить Это уже Когда старое Оборудование Давно За ним Не следят Вот там Конечно Бывают Чудеса Владимир Ну вот я видел В своей жизни Много столов Разных Поменьше Конечно Чем вы Но Знаете Что это Среди них Ни одного Идеального Ни среди новых Ни среди старых Не встречал Любой стол Сводит Ну по идее Вопрос На сколько Своит Если он Уйдет В сторону На 2-3 Миллиметра Это одно А если Его сносит На 2-3 Сантиметра На 2-3 Шара Бывает И такое Да Это сантиметров Может 10 Доложим Когда мы Были В славном городе Донецк Играли парный турнир Я еще Съездил На такси В одно место И мне сказали Что там Бильярдная Есть И мне надо И увидеть Обязательно Я заехал И я прям У меня аж Глаза Открылись Знаете Такое ощущение Что я попал А-ля Года 50 Вот Где шары Все такие Уже Никакие То есть Такие Квадратные Кирпичи Старое Старое Такое Сукно Толстое Стоит И я говорю Да вы что Еще Разве Остались Такие места Попробуем Там поиграть Детвора Детвора Играла Какая-то Нет На самом деле Я уже так Привык играть На хорошем Оборудовании Что я бы Эти столы Купил И подарил бы Их музею Какому-нибудь Бильярдной Славы Если у нас Делают кто-нибудь Такой музей Обязательно Надо Скупить эти столы И поставить туда Как говорится К хорошему Привыкаешь быстро Вот И приятно Играть на хорошем Столе С чистыми Ровными Шариками С хорошим Освещением Это очень важно Ну вот Что сейчас Делает Ярослав Терновецкий Пока отыгрывается Да А вот этот Шар Он наверное Не заметил Либо он Не довел Он мог Хотеть на угол Сделать отыгрыш Перевести на угол И закрыть его Шаром И примерно Метр не довел До угла Да И соответственно Он пытался Делать отыгрыш Но сделал Ошибку Ну в общем Не похож Ярослав На себя Пока не похож Что будет Потом Непонятно Ну как-то Ну не складывается У него игра То есть Вроде бы Ему надо Играть в свою игру Как он это любит Ничего не бояться Рисковать на Определенно Сложенные шары Но при этом же Илья ему не дает Рисковать Заставляет Ярослава Ошибаться И при этом Еще и наказывает Вот ошибся Ярослав В отыгрыше Илья сыграл Свояка С руки Сыграл Опять забил Свояка Сейчас посмотрит Позицию И сыграет Еще какой-либо Удар Он же Его может По отыгрышу Он может Катить его Вперед Пытаться Забить два Что наверное Он будет И делать Может сыграть Через оттяжку Если Не уверен В этом ударе Я показываю Хорошее мастерство Шарта еще не остановился Дайте же досмотреть Я удивляюсь Знаете Какое вещь Вот они играют Прицельный В середину Под такой резкий Ну Процент забития Битка Крайне низок Да Почему они Допустим Не играют Выход Да Играешь Наверняка Чужой Но Наигрываешь Желтый Под другой Шар Элемент Изнецкой Пирамиды Да Причем Они понимают Что Забить два Шара Одним Ударом Ну не так Это просто Проснулся Надолго Ярослав Ярослав Я радуюсь Когда партнер Забивает Такие шары Почему Ну потому что Значит он Больше ничего Забить не может И начинает Рисковать На крайне Сложные шары А чем чаще Он будет Такие шары Играть Тем чаще Он будет Ошибаться Ну вот пока Ярослав не ошибается Два удара подряд Два сложнейших Да вот Как бы Что дает Ему позиция Заставляет Играть его Крайне сложных шаров Ну сейчас В данный момент У него получилось А вот внимание Вопрос Внимание Вопрос Забьет ли с руки Что-то мне резко Не нравится Которую он поставил Зачем нормальная резка Была Мне казалось Ему надо Попадать По тоньше Такую поставил резку Что надо попадать По тоньше Но это как бы Вид Неоднократно Мы уже сами Ловимся на мысли Что мы видим так А игроки У стола Видят совершенно иначе Ну и Мы с вами Тоже поигрываем В бильярд Время от времени Да и соответственно У стола Просто лучше видно Да у стола Гораздо лучше видно Через лоб Винтика на лузу Дал чуть-чуть Павод игрышу Играл Павод игрышу Так А еще один Какой-нибудь Из серии Циркового бильярда Вот такой Чем не свояк По-моему Даром Нет Не свояк Оказывается Сыграл здорово Там где стоит сейчас Биток Оттуда По этому Прицельному шару Свояка Сыграть нельзя Поставь его Чуть левее Чуть правее Середину чужого Наверное Будет играть Или Опасно Да Опасно Вопрос контроля Битка Нет Передумал Передумал Оттягивает Оттягивает Не показывает Не показывает ли он Ему Во-первых А Свояка И Б Как остановился Вот тот Прицельный шар Нет Не показывает Смотрите Как здорово Ставит Маску Там Нашел Илья Хороший удар Что делать Ярослав Бросаться На этот шар Либо не бросаться Играет Средина Похоже Нет Не принимает Муза Как Полинник Здорово Прям идеально Ровненько Ну и есть Свояк У Ильи И Чужой тоже Присутствует Чужой Наверное посложнее Будет Нет Играть чужого Нет Отсюда Кажется Что чужой Проще А Свояк Сложнее А с того ракурса Все наоборот В середину Чужой Работная Игра Сейчас Ярослав Да точно Потому что Даже если он Забьет Свояка В угол А вот с этим Чужим Связываться Не будет На середину То все равно Скорее всего Соперник Уберет Этот шар А как идет Да хорошо А И винт Правильный Идеально Подставил Для Ильи Свой В середину Немного Зрители Оценили Этот удар А вот Ярослав Играл бы Такого Чужого В угол А Илья Похоже Будет Сейчас Просто Скатывать Противоположный Или нет Ну так Выставляет Как будто Будет Наносить Удар Чужой В угол Или Свояка Свояка Решил Играть Свояка И хорошо По размеру С чужим Со своим Чуть Чуть По направлению Но Впереди Вот Сейчас Александр Тимофеев Сказал Что Киричков В шесть А у Тарновецкого Только Четыре Два Горта К себе Предлагает Свояка Ну Кстати Он В этом Смысл Безопасный Да Потому Что Подбоя Не будет Никакого И Все Шары Еще Практически Получается Что Стоят Вдоль Борта Единственное Что Очевидного Нет Ничего Что Может Быть Ну Смотря Как Попадет Может Контратур Быть Между Этими Шарами Еще Один Где Нибудь Там От Трех Бортов Да Нет Никакого Контратур Не будет Забивать Илья А что Сейчас Неправильно Делал Предыдущим Ударом Ярослав Что Чуть Сильнее Нанес Удар Конечно Приподнял Прицельный Шар От Короткого Борта Он Должен Был Понимать Что Желтый Ставит Под Один Угол Белый Соответственно Будет Давать Шанс Нанесения Свояка В Противоположный Так Сильно А в районе Середины Короткого Борта Оставлять Прицельный Шар То есть При этом Ударе Надо было Скорее Контролировать Прицельный Нежели Биток Ну Биток Понятен Да В принципе Ты его Скатываешь В этот Угол Контролировать Докуда Докатится У тебя Прицельный Шар Либо Играть Сильнее Но сильнее Он Не делал Такой Удар Чтобы Было Сильнее Соответственно Ему Выгоднее Было Сыграть Немножко Потише Не очень Качественное Дело И тот Игрыш И Горослав Ну И опять Можно Рисковать Налево Свояка Играть Не Можно А скорее Всего Это нужно Делать И Прицельный Шарик Может Упасть Да Торновецкий На Голодном Пайке Нечего Играть А Как мы Видим Вот Игрыш Ярослав Любит И умеет Ошибаться Ну Или Может быть День Такой Для него Сегодня Видел Я В его Исполнении Вот Игрыш И Получше Честно Признаюсь Ну А В серединку На Ударе Будем Рисковать Или Уже Нет Нет Играем В угол Играем И забиваем Молодец Вот Цена Да Вот Игрыш Докати Сейчас Предыдущим Ударом Илья Ну Сантиметр Вперед Шар Пройди И этих Свояков Не было Видно Я думаю Илья Планировал Такой Отыгрыш Но Не думал Он Что Ярослав Будет его Играть При этом Еще Так Точно Шар Очевидно Стоял Ну да Есть Есть Вариант Сыграть Почему Не сыграть Я как-то Говорил Неправильно Оценив Свояка Сказал Что это Любимый Шар Нашей Двукратной Чемпионки Европы Настя Лупова Кстати Вот в тот день Когда мы Комментируем Этот Финал Сегодня У Насти День рождения Не сегодня Когда вы Дорогие друзья Будете смотреть Этот матч И не дай бог Во втором Или в третьем Повторе Ну вот тогда Когда мы С Владимиром Комментируем Чтобы было Более-менее Понятно Скажу В день Великого Полуфинального Противостояния России И Испании Нас на торте Хотя бы Пригласили Нет Сейчас Сама Настя Играет на турнире В Тернополе Пожелаем же Ей Там удачи Ну а тем Самым Под эти Все разговоры Под Поздравление С днем рождения Анастасии Луповой Илья Киричков Выигрывает вторую Партию И тот самый Свояк Ярослава Тарновецкого Вовсе даже И не спас Итак Дорогие друзья Мы С болью в сердце И с дрожью В голосе Вынуждены были Сделать купюру Одну партию Мы Вырезали Эту партию Легко И непринужденно Выиграл Ярослав Тарновецкий Надо сказать Что он Постепенно Возвращается К тем самым Кондициям В которых Мы собственно И привыкли Его видеть Очень Уверенно Он провел Предыдущую партию И сейчас Если Илья Позволит Глотнуть воздуха Сопернику Как вот называется На Биллиардном Жаргоне Есть Какое-то Выражение Которое Что называется Даешь Сопернику Глоток Свежего воздуха Это кислорода Можно так сказать Его наживает И вот Если сейчас Дать Ярославу Тарновецку Условно Глотнуть Этого Кислорода То Боюсь Илья Может не устоять Перед Сумасшедшей Кладкой Молодого Украинца Нет Но если Ярослав Возьмет Эту встречу В свои руки И просто Будет Максимально Забивать Количество Шаров То есть Делать то Что он умеет Да То в принципе От Ильи В данном случае Пока ничего Не зависит Его пока Решение Только ходить И снимать Шары Которые Будет Забивать Ярослав Определять Я имею ввиду Снимать Конечно Будет Рефери У стола А в данном Случае Пока Ярослав Находится У стола Все В его руках Опять Будет Пытаться Забить Прицельные Шары За ним Послать Еще Биток Нет Играется Он Оставлял Под чужого Становочку Да И Спланировал Что Сейчас С каким же Треском Это все Влетит Ну что А нет Без треска Смотрим Два борта Под чужой Шарик Планировал А вышел ли он Вот пока Мы не видим Сейчас покажут Картинку Вроде да Воказывает Что Будет Атаковать Ух ты Неудачно Неудачно А молодец Сейчас Вот сейчас Ярослава Надо похвалить За Мысль Вот здесь Чуть-чуть Чуть-чуть Не добрал Чего-то Может быть Даже можно Ситывать На некое Невезение Хотя Какое-то Невезение Стоял Шар Удубный Удубо Играемый Ярослав Умеет Забивать Такие шары Подходи И делай То что Умеешь Нет Ошибается Илья Сейчас Да Илья Тоже Дал Маху Что называется Свояк На ударе Нет На скате А на скате Ведь он не докатывается Даже Даже отсюда видно Тем более Заужающий винт Тонко в резку Попал Либо он ее Так видел Бывает Иногда Видишь Что надо Попадать Именно Тонко В шара Оказывается Что нет Неправильно Принял Решение Вот Рискует Ира Сложно Делал Удар Мне показалось Что он не играл Свояка И играл Именно Чужого В угол Направо И Уводил Биток Но при этом Сыграл Более сильно И предложил Илье Рискнуть На Прицельный Шарик Тут рисковать Не надо было Забивать И делать Выход Сложный Шар Не получается У Ильи Что-то уже Второй раз Он Играет Сейчас Перерезал Прицельный Шар И не точно Так Не дорезает В свою очередь Ярослав Тарновецкий Тут Целый Хит Парад Ошибок Насколько Удобный Свояк Вот Просматривает Его Илья Проходит Ли он Вообще Вот Выбирает Через Весь Стол На Ударе Молодец Винта На Лузу Еще Взял Какой Звук Да Звук Правильный Изначать Что Нет Или От Лузы Не успел Видеть Одним Словом Неважно Какой Винт Но Влетел Настолько Точно Что Такой Звук Получается В том Случа Если Шар Вообще Не встречает Никакого Сопротивления На своем Пути Ни со Стороны Губ Лузы Ни со Стороны Ее Каких-то Других Частей Ну Илья Показывает Завидную Стабильность Не в Пример Остальным При Сыгрывании С руки Причем Смотрите Шарик После Соударения Нужно Было Пройти Ну Сколько Вот Здесь Метр Восемьдесят На Два Делим Девяносто Ну Сантиметров Восемьдесят Пройти Надо Правильно Довольно Большое Расстояние Вот Сейчас Не Случилось Рисковал Свойка Также Его Играл Наверняка Ну Предыдущего Забил Почему Не рискнуть Правильно Делает Удар С руки Шары Так сказать Он Всю жизнь Такие шары Забивает Играть Надо Из-за Из-за того Что Не забил Ярослав Подставил Хорошего Свойка Вот Сейчас Смотрю Не пойму Что За Значок Висит У Ярослава На Жилетке Вы знаете Тут Я вам Не помощник В этом Смысле Не могу Сказать Что За Значок Ну Какой-то Украинский Знак Отличия Может быть Мастер Спорта Не знаю Надо будет Прояснить Вряд ли Он Собирает Значки Ибо Либо У него Их должно Больше Либо Он Буквально Сегодня Начал Это Делать Нет В прошлых Играх Я тоже Обращал Внимание Что У него Висит Этот Значок И все Смотрел Смотрел Никак Не могу Разглядеть Что Что Это Такое Ну Все Свою Заиграл Ярослав Ну Вот Видите Сейчас Ну За счет Винта Как Упал Да Хотя Свалился С траектории Чуть Раньше Но Все Дальше И дальше От цели Ложаться Снаряда Я думаю Что Сейчас Накопление Ошибки Присутствует И сейчас Точно Ошибется Ага Где я И Где Пророчество Вот И ошибся Ярослав На повторе Быть Посмотреть Интересно А вот Так Вот В отскок Пожалуйста Вынимайте Так Как Мы Видели Как Играет Свояков Ярослав Можно От него Жидать Абсолютно Все Так Неужели Будет Скручивать По борту Нет Ну Поймал Кураж Ну Дуплета Два Борта Нет Ну Что Семь Два Илья Нужно Рисковать А С чего Рисковать Своя Ксередина Смысл Большого Нет Смысла Подбой Никого Не будет Ну Забьешь Даже Если Удобно Встанет Этот Шар Его Снимут Ай Как Не Везет Ну Так Еще Хуже Подставляется В угол На Свояка Россиянин И Сейчас Ярослав Думаю Без проблем Завершит Эту партию В свою пользу И сравняет Счет В финальной Серии Сейчас Секундочку Это Еще Должно Произойти Это И происходит Итак 2-2 Молодец Ярослав Две Партии Отдал Потом Две Вряд Взял Ну Что Сейчас Слово За Ильей Сможет Ли Он Устоять Против Такого Ярослава Торновецкого Который Выигрывает Не Одну Партию Подряд Посмотрим Кого-то Серия Затянется Или Оборвется Пока Статистика На ваших Экранах Ярослав Торновецкий Видите Не забил Только Единожды На всех Остальных Случаях Был точен При Активных Ударах Такой Еще Сейчас Будет Делать Разбой Ярослав Что-то Он Высматривает Высматривает Как Ставит Пирамиду Александр Тимофеев В начале Пятой Партии Финального Матча До шести Побед Проходит Борьба Так Ярослав Торновецкий Проигрывая 0-2 Сумел Сравнять Счет В этом Матче Но Еще Впереди Как Минимум Четыре Партии Я думаю У него Своя Метода Он Так Выставил Свой Кей И Потом Подставил Биток Что Я думаю Когда он Тренируется Он старается С одной И той же Точки Наносить Удар Для того Чтобы Забить Средненькую Оттягивает Да Ай Два Падай Нет Какой Молодец Чужой Плюс Оттягивал Да Свой Еще Эх Винта Может быть Не добрал Да Покруче Бо Сейчас Левого Винта И Правого Точнее Глядишь Отъехал Бушар Я думаю Низу Побольше Надо было Дать Здесь И винтик И Побольше Немножечко Низом Оттяжку Сделать Вот Грамотная Игра Нажил Шар И все Нырнул В кину Ну Что Ярослав То же Свояка В угол Направо Ну Нет Как Нет Вот Этого Шара К себе Туда же Нет Свояка В угол Направо Да Просто Ярослав Иногда Хочет А так Как он Их Забивает Я думаю Часто Потому У него Какая-то Уверенность Плюс Он еще Рискует Он просто Рискует Вот такого Одного Возьмет Сейчас Забьет Сделает Серию И уже Илья Будет Сложновато Да В голове Пульс Будет Почаще Биться Илья Вот только За такие Удары Нужно Наказывать Это же Очевидно Совершенно Но сейчас Повезло Ярослав Ярослав Тоже Может Понимать Что Илья Не Всегда Будет Забивать Какие-то Шары Нет Пускай Не Всегда Забивает Но Вот За Такие Удары Нужно Наказывать А то Моречь Что Он Видит Что Илья Ошибается И позволяет Себе Рисковать Потому Что Понимает Что У Ильи Что Не Стабильно Получаются Какие-то Шары К Себе Я Думаю Это Был Отыгрыш Такой С Элементом Может Быть Упадет Прицельный Шарик В угол Но Очень Сложный Илья Как Говорится Надо Путать Путать Ярослава Именно Позиционно А Как Вы Запутаешь Если Вы Сами Говорите Что Он Может Атаковать Любой Шар Который Бильярдист В трезвом Уме И здравой Памяти Может Только Решиться Сыграть Под угрозой Физического Уничтожения Его Семьи Допустим Знаете Как говорится Новые Термины Есть Если Илья Играет На длинную Дистанцию А Ярослав Играет На короткую То Соответственно Ярослав Будет Чаще Ошибаться В таких Ударах Нежели Будет Их Забивать Да Он Может Забить Бывают Дни Такие Когда Подходишь К столу А у тебя Падает Абсолютно Любой Шар Бывает Другой День Когда У тебя Не падает Вообще Ничего И ты Не понимаешь Почему Так Происходит Абсолютно Ярослав Ярослав Он Заставляет Себя Именно Рисковать Там Где В принципе Нежелательно Рисковать У него Такая Игра Допустим Опять Рисковал На Свояка И при этом Предложил Чужого Через Весь Стол Но Непростого Не факт Что Илья Будет его Играть Не нужно Это Илье Удар Сложный Но Оставлять То нельзя Будет Играть Куда Деньше Удар Сложный Прямой Надо Забивать Таких Забивать Надо Можно Еще Иногда Делать Хороший Отыгрыш И Оставлять Такой Шар Как Провокацию Для Партнера Ставить Забить Ему Более Сложное И Хорошо Получается У Ильи Забил Получился У него Выход Ну и Свояка Да Забил Прицельный Шар И Оставил Себе Биток Под Свояка 4-0 И Удар С руки Давайте Посмотрим Есть ли Какой Нибудь Шар В Средину Я Думаю Есть Раз Два Три Четыре Вот Я Где-то Минимум Четыре На Середину Вижу Начинает Пока Вот Со Свояка Со Свояка Да Ну и Правильно Делает Поставь Поудобнее Все Рассчитай На Мягком Ударе Спокойно В размер Попадаешь Подкатывшую Клузю В случае Если не забил Ничего страшного Он Далеко Не Убежит Тут Настолько Четкое Попадание В резку Что Ни о чем Говорить Даже и не надо Ярослав Сейчас будет Долго думать И есть Над чем Бортового Да Бортового Снял То есть Оставил Практически Все шары А зачем В позиции Расскажите Зачем Так Позиция Сложилась Что все Друг друга Прикрывают Нет Практически Вот стоят Три шара Их все Можно разыграть Как Чужой В середину Плюс На Другой половине Еще стоит Шар С него Можно По-моему Свой В середину Сыграть Вот сейчас Надо Катиться Но забивает Какой молодец При этом два Ярослав Допустил Какую-то Ошибку Непонятный Шар Он снял Он наверное Думал Что Илья Будет Атаковать И при этом Не забьет Потому что Все стоят Сложно Но очевидно Это шары Надо снимать Причем Он наставил Ему практически Прямого Если бы Он снял Этого шара От которого Забил Илья Все остальные Шары Были бы Непрямые Или там Надо было Существенно Дальше Располагать Биток Увеличивать Расстояние Между прицельным И Битком Таким образом Точно Совершенно Уменьшать Возможность Забития Двух шаров Да Именно Именно так Вот допустим Сейчас стоял Кривой чужой Что сделал Я забил Один шар Одного забил Ну что 8-0 Достойный ответ Посмотрим Как Ярослав Переживет Это поражение Дважды не забил А точность Тут процент У Велики Речкова Просто феноменальная Ну и 2 положил 5 чужих Смотрите 3 своих В общем 6 шаров Серия Это заявка Надо сказать На уверенность Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Выиграна Ильей Причем показал он очень хороший бильярд Посмотрим как сейчас Найдется ли достойный ответ В свою очередь у Ярослава Так судя по первым ударам Не тронуло его Это событие Ну подумаешь в сухую проиграл Ничего страшного Великолепные два удара сделал Ярослав Позиция была сложная Но при этом игрался Сейчас неудобно Видите как цельный шар Букву изгибает Но это не И выход такой Ну Замечательный Перекатил по-моему Не-не Свояк то Свояк неплохой Да уже отсюда понятно Что будет играть Понятно Только непонятно Как оно все было Ну в повторе увидим Надеюсь Так тут и Ага Вот так вот играло У меня Мы с вами периодически Владимир пропускаем Очевидные шары Да было бы неплохо Шаром то стояло Даром Было бы неплохо Да У Ильи узнать Как он это все рассчитал Как ему пришло Пришел в голову Этот удар Ну это конечно Мы шутим Упал непреднамеренный шар Но при этом Илья конечно Выполнял очень сложный удар Хотел забить Очень Сложного Свояка Здорово накатывает В район лузы Здесь опять Илья делал Такой интересный удар Он играл И с Вояка И при этом Пытался Сыграть еще Дуплет Но не получился Ни тот Ни другой удар Можно расценивать Это Что он делал Атакующий удар С элементом Почему ты будешь Свояк Нет Перестрелка пошла Ну вот подставляется Ярослав Есть возможность Начать свою серию В случае Забития Битка Сейчас На лузу Винтик Да Биток Биток Там где Должен быть По дуге Направлял Илья Сейчас Этого Свояка Давал Винта На лузу При этом Попадал В верхнюю Часть Битка И он Такой Делает Небольшую Кривую Дугу И точно Падает В лузу Ну что Два шара Точности Будет накатывать В лузу В случае Даже если Не попадает Свояка Но сыгрывает Чужого Будет Вариант Будет Вариант В другую Среднюю Лузу Сейчас Посмотрим Так Первый Есть А второй Тоже Тоже Второй Луминальный Конечно Удается Да идеально Точный удар Надо выполнять Мне просто Непонятно Там еще На противоположной Лузе Если Не забивал Биток Он Получается Играл Чужой С выходом Чтобы Противоположную Лузу Еще Свояка Сыграть Я же Об этом Сказал 30 секунд Аз Владимир Да Я не Всегда Вижу Позицию Так Как я Ее Вижу Сейчас Такой Был Ничем Ничем Практически Не рисковал Илья Киричков Накатывал Но упал Второй Прекрасно Не упал Еще Лучше Да Потом Будет Дормовой В середину По Уток Будет Делать Удар Думаю Забивать Будет На мягком Ударе Кладет Молодец Ну вот Что пока Приводит Какие составляющие Приводят К успеху Ильи Он стабильнее Он выбирает Игру попроще Нежели Соперник И в этих Простых ударах Он просто Стабильнее Каких-то Откровенно Откровенных Подставок Он не делает Пока По крайней мере Если предлагает Ярославу То что-то из области Ну очень сложных Шаров Часть из которых Надо сказать Ярослав сыгрывает Ну он ведет Позиционную игру То есть он Хорошо читает Позицию И видит Что бы он Хотел сыграть И просматривает Все последствия Которые могут быть Потом У Ильи После удара Ну Ярослав Больше рискует Причем Рискует На очень сложные Удары То есть рискуют То они все Вот допустим Здесь сейчас Будет играть Шара Илья Он тоже Как бы Рискует Но он При этом Понимает Что Буду играть Одного шара Контролировать Другого Или некоторые Удары При которых Он будет Контролировать Как Свой шар Так и Прицельный Такой Кладкой Ох Такой Кладкой Вообще Нечего Делать Слушайте Да Так неплохо Начал Ярослав Эту партию Каких Три шара Забил Ну и Посмотрите Что получает В ответ Что не удар То два шара Вот в данном Случае Даже если Не падает Биток То получается Илья играет Его по отыгрышу Конечно Он сам Себя Ставит Потом В определенные Сложности Но при этом Если он Не забивает Биток Он проконтролировал Остается Понять Траекторию Прицельного Шара Потому что Там уже Прогнозировать Очень сложно Непонятно Куда попадет В короткий Борт попадет В длинный Борт попадет Но на этой Силе На которой он Играл Ничего криминального Наверное не произошло Ну там вопрос Если бы он попадал В длинный Борт Там два борта Может быть Прицельный шар Выкатился бы На среднюю лузу А может быть И перекатился Ну тут Можно рискнуть На восьмом шаре Можно рискнуть Ничего страшного Надо очень посмотреть Не мешает ли ему Нет Нет Не мешает Ну очевидно Не мешает Там проходит шар Но нет В другую лузу Ну если уже Иногда Закрадывается Мысль И ты видишь Что Может быть Все таки Будет проблема Лучше отказаться От этого удара Потому что Гадать не хочется Проход не проходит Проход не проходит Лучше Знать точно Слушайте Ну еще раз Шесть ския Насколько я помню Начал он С добровольца Потом отыгрался Рискнул Ярослав Подставился в угол На сваяка И вот с этого сваяка На шесть шаров Раскрутился Илья И партия Получается Не длинные Пока Не знаю Как затянется Либо борьба За последний шар При этом Имея 7 шаров Сейчас Илья Может свободно Рискнуть На Какие-нибудь Сложные шары Но при этом Не делает Таких ударов Потому что Он понимает Что не нужно Ему это Соответственно Ярослав Выбирает Обратно Что ему нужно Рисковать И он Уже рискует На более сложные удары Сейчас он играл Направо От себя С подбоем А мог ведь Играть налево Там подбоя бы не было Рисковать нужно От борта Нужно поднимать Шары Если хочешь Серию свою Продлить Но вот видите Не попал Подставился И все Партионный шар Забивает Илья Таким образом Сейчас становится 4-2 Уверенные Уверенно взятые Две партии 8-0-8-3 Приводит к тому Что снова Отрыв В две партии У Ильи 4-2 Ему остается Выиграть всего Две А Ярославу Четыре Посмотрим Да Серия Шесть шаров Что же Настрой По крайней мере Ильи Мне нравится Ярославу Седьмая партия финального матча Начинается после долгого ожидания Ильи Теречкова Того момента Пока судья вернет ему Протертый биток А может быть биток даже поменяли Хотя не думаю Есть интересные приметы У бильярдистов вопрос К Владимиру Меркулову Вот если попросят допустим Или судья Решит поменять биток Ну потому что там нет возможности Уже его оттереть проще новый биток взять Будете ли вы Владимир введя в счете Отыграв 6 партий этим битком И 4 из них выиграв Сопротивляться этому моменту Говорить нет давайте лучше Потрем но Фортуба для меня биток Верните пожалуйста на стол Да нет это не принципиальный вопрос На самом деле здесь Если будут менять биток Должен быть какой-то аргумент Либо он вылетел И ударился Более плотное Какое-то там Вещество И у него как бы Нарушился Какой-нибудь Кусочек Геометрии Да И он уже Как бы Становится такой Нерабочий И это могут Сделать Судья Как бы Без уведомления Игрока Просто игрок Даже может об этом Не знать Что поменяли биток Хотя На моей практике Такого не встречалось Что Меняем биток По какой-либо Причине Как мы знаем Есть биток Желтого цвета И есть еще Биток Красного цвета Такой темный Темно-красный цвет Вот Некоторым игрокам Допустим Не нравится Цвет этого битка По причине Того Что Он Очень темный И получается Немножко слепой Иногда игроки Не понимают Как через него Надо смотреть И выцеливаться И Предпочтение Уделяют Именно Желтому битку Потому что Еще раз скажу Что он получается Как будто Слепой шар И не всегда На нем понятно Ну просто Гораздо темнее Чем Да Как высчитывать Резку попадания В прицельный шар А мне вот Все равно Открытый Горит Вы просто Могли не уделять Этому внимания Да У меня Шутил Что другие Не падают Поэтому Мне все равно А вам Какой Предпочтительнее Да я И желтым Поиграю И красным Поиграю Особо не капризничаю В этом вопросе Бывает Еще у них Вес Разный Там На 2-3 грамма Они могут Отличаться Одна краска Плотнее Другая Чуть пожиже Я думаю Там Не в краске Дело Сама Развесовка Шаров Должна быть Одинаковая Должна быть Обязательно Одинаковая Ну что Я пока Воспользовался Паузой Посмотрел Всю статистику Ярослава Тарновинского Посмотрите Что Творит Илья И могу вам Сказать Что Он Небольшое Количество Партий Проиграл Вот Исключая Полуфинал А напоминаю Здесь Ярослав Проходил Через Квалификацию Равно Как и Илья Киричков Так вот Исключая Полуфинал На всех Стадиях А до Полу То есть До полуфинала Ярослав Сыграл Шесть игр И вот В этих Шести Играх Он проиграл Всего-навсего Четыре партии Представляете себе То есть Вместе с финалом Получается Не Исключая Полуфинал В полуфинале Он проиграл Еще две Таким образом Пока он Вот В закончившихся матчах Матчах Уступил В шести партиях Одержав При этом победу В Сейчас я скажу вам В тридцати семи То есть Тридцать семь партий Выиграл Шесть Проиграл И вот здесь Уже В этом Финале Это штраф Да По-моему Не было Два борта И не было Переката Середины Не часто Мы видели Штрафы На этом турнире Ну вот Один из них Нет Не наказывает И Ярослав Соперника За Такие удары Хотя Предыдущие его Предыдущая попытка Чуть было Не завершилась Результативным ударом С нее именно И оштрафовался Там Загублен был Биток Настолько Что Не получилось Даже Толком Отыграться У Ильи И вот Ярослав Тарновецкий Кажется Прошелся Каким-то Катком По Всем своим Соперникам Первый круг Квалификации 5-0 В его пользу Второй круг Квалификации 5-1 Третий 5-1 Попадает В число 16 Там тоже С нижней сеткой Первый его матч Против Гальянца 5-0 Второй матч Против Перкуна 5-1 Четверть финал Против Талова 6-1 Полуфинал Против Тарновецкого Кузьмина 6-2 Смотрите Какое-то Подавляющее Преимущество Да Практически Не давал Играть Своим Оппонентам И тут Вот Пожалуйста Впервые Попал В ситуацию Когда нужно Отыгрываться И везде И везде Шоу По верхней Сетке В частности В отличие от Ярослава Его соперник Илья Киричков За выход В 16 Сильнейших Как раз И проиграл Ярославу Со счетом 1-5 5-5 Ну а так У Ильи Тоже Сначала Были Не самые Боевые Партии 5-1 5-1 Потом Поражение 1-5 Далее В числе 16-ти Сильнейших Убрал С дороги Артема Моисеенко 5-2 Пошел По верху Медерджул Жемышев Остался За бортом Турнира 5-3 С таким счетом Его Илья Обыграл Далее Перкуна Совсем Уж Подарих Разделу 6-0 В четвертьюнале Ну и Конебек Сыгунбаев Этот матч Я думаю Конебек Надолго запомнит 6-4 Отступила опять Позиционная игра Вот здесь По-моему Ошибается В своем ударе Илья Киричков И предлагает Ярославу Рисковать На среднюю лозу Будет рисковать Именно Прицельного шара Будет играть Нет Сваяка Выбирает Ух Тонкий же был Страшно тонкий Вот здесь На самом деле Иногда получается Позиция диктует Так встают шары Что Либо Либо ты играешь Очень тонко Свояка Либо ты Играешь Прицельного шара Но здесь Надо попадать Уже очень точно Удара с руки Даже не пирамиды Пирамиды там Никогда и не было Сильно тревожил Вот эту группу шаров На той половине И могло То есть Автовыход мог Нарисоваться сам собой Да Я полностью с вами Согласен Зачем надо было Играть в свои Ка На таком Такая тонкая Резка Это означает Что или Не попал Поскольку сыграл Толще Тяжело попасть В тонкую резку Или вообще Не попал в шар Ну Ярослав Принял такое решение Ему Как говорится И ответ за него Держим Эпизод заигран уже Теперь Илья Ему бы сейчас Конечно серию В шесть шаров Она бы не помешала Ему совсем Ну и так уже В финале В двух партиях Он Сподобился Ну такие длинные Серии Поэтому может быть И Исчерпал лимит Ския Вот здесь партию Еще никто не уносил По крайней мере Из тех Кто Выступал На телевизионном столе Сложный слоях Не видно как стоит По-моему практически на борту Я думаю что Все таки он стоял Не на борту Нет не на борту Видно что не на борту Да потому что Получался элемент Контратуш Не думаю что Илья Играл бы его Хороший Хороший Да Делит Ярослав И сейчас уже Ему надо планировать Какую-то Какую-либо здесь Серию Сравнивать Сравнивает счет Эта партия конечно ключевая Но уж для Ярослава Это точно Где 2-5 И где 3-4 Нельзя ему проигрывать Эту Потому что Потом он права на ошибку Вообще не будет иметь Сейчас идеальненько Конечно Для Ярослава Сделать тот самый удар Который он нам показывал Да мы помним Как он два раза подряд Завел В разные Средние лузы И того и другого А он не играет В прокат Одного играет Значит Не уверен Да получается Он играл по отыгрышу Своего оттягивал Нет Он играл Он играл С выходом под Удар в угловую лузу Свояка Потому что перетянул Да еще и не забил чужого Ну что Илья Это говорит Что немножечко переживает В принципе Он нам показывал Что у него С этими ударами Абсолютно все хорошо И выполняет он их стабильно И здесь допускает Такую ошибку Делать неточный удар Сложный Свояк для Ильи Да и он выбирает вариант Сделать отыгрыш Ну сильно не докатывает До борта И есть шанс У Ярослава Нет Не смотрит он на Свояка Не проходит по-моему Здесь Свояк Будет по оттягу Я имею ввиду В середину На мягкой оттяжке В середину сложно Сложно Но как показывает практика Можно Ну в данном Случае уже Ярославу здесь рисковать Опасно Потому что Если Илья выиграет Эту партию Сейчас Его одна партия Будет уже Ну вот Не знаю Почему Не играет Час В середину Здесь На мягкой оттяжке Безопасно Его сыграть Не хочет рисковать Так безопасно Практически Ну мы же не знаем Потом Что может Захотеть сыграть Ярослав А там и играть Будет практически Нечего Перевод на противоположную Лозу Элемент отыгрыша И вот здесь Очень важна Сила удара Да Прошел Все угадал Средние лозы Задумался Ярослав Просчитывает Варианты Какой ему Сделать отыгрыш Потому что Особо здесь Я не вижу Тот шар Который Можно забить Убирает Он этот шар От середины А дуплет В угол Похож был Да Немножко шире Ну вот видите Вот и Ярослав Понимая Что Больше уже Некуда бросаться Ну что это за удар Меня тревожит Та парочка шаров Насколько Вы все Смотрите Я не смотрю Я просматриваю Шаром Хотите увидеть А вот в середину Отдал же Ну Нужно было бы и взять Раз отдают Как-то сюда видно Что тонко Но попадает Еще тоньше Чем надо Поэтому может быть Не тонко На ударе Так Повезет Нет Не повезет Поисковал В данном случае Опять Ярослав Эти свои Как говорится Криминальные Свояки Хотел забить Получить удар С руки И может быть Даже Завершить Всю партию Но при этом Делает ошибку И предлагает Илье Чужое В середину Илья пользуется Естественно Что я обязан Делать Будет играть Свояка Не чувствует Что-то Значит Еще раз Помилиться Еще раз Оценить Еще раз Сформулировать Удар В голове И глубиной Ой молодец Важный шар В данный момент Забил Илья Он его Приблизил К победе В этой партии И соответственно Психологическое Преимущество Катит Да Я думаю Будет играть Пау Дыгрышу Мягко Будет скатывать Свой Свой В угол Но при этом Вопрос Что будет С этими шарами От которых Он играет Он поставил Такую резку Что Тот прицельник В который Попадал Тут же бился В рядом стоящий Рядом стоящего Отправлял на борт А сам Не шел на лузу По крайней мере Только на ударе На ударе Это Бабушка Надвое сказала Да При этом Была возможность Забить сейчас У Ярослава Свойка То есть Можно сказать Что Илья ошибся Он уже Предложил Сыграть Ярославу Какого-то шара Ну Но здесь Уже Конечно Ярослав Сыграл Не точно Да и Сложный Удар Предложил ему Сложный Удар Пускай Играет А кто Сказал Что здесь Ярослав Будет Забивать Легкие Шары Вот именно Сможешь Забить Сложных Все Ты Чемпион Не Можешь Забить Сложных Иди Тренируйся Или Научись Отыгрываться Так Еще Забить 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 Сложный свой. Сложный за счет, прежде всего, того, что не подобраться толком к свояку. Играешь с борта. Ну вот был близок. Так, пошли уже удары турником. Удивился Ярослав этому удару. Такое ощущение у меня было, что он был уверен, что забьет на 100%. Хотя еще раз проговорим, что удар сложный из-за того, что неудобно наносить удар именно по битку. Ну и резко там не самое удобное стояло все-таки. Да, я бы сказал, вообще не очевидное. То есть, понятно, надо катить, понятно, надо делать тихий удар. А вот сделать его точным? А вот сделать его точным, да, не всегда получается. Если играешь с борта. Да, даже не с борта, а из лузы практически. Ну давай, Илья, показывай нам классный удар. Оттяжку? Чужой в угол налево. Пожалуйста. А свой через оттяжку. Пожалуйста. Чужой в угол налево, а свой через оттяжку только не получилось. Как говорится, начал мухоморить. Не хочет он выполнять такие красивые удары. Где-то, может быть, он и прав. Заставляет Ярослава делать какие-то удары и совершать при этом ошибку. Пожалуйста. В данном случае, контрат уж получился. Это уже ошибка. Повезет или не повезет, другое дело. Это уже ошибка. Опять Илья сейчас, наверное, не будет играть с Ваяка. И будет делать проводку. Нет, играет с Ваяка. Играть надо. Играть надо. Что ждать лучшего? Молодец. Человек закончил партию в свою пользу. Молодец Илья, правильно. Никаких эмоций на лице у Ильи. Пока полностью отдан игре. И честь ему за это и хвала. Ну, эмоции можно прочитать. Так как, наверное, все видели, что Илья ходит и дует на своей ладони. И это говорит о том, что он переживает. Иногда еще чешет голову. Да, при этом влажные ладони. Это практически диагноз любого бильярдиста, кто находится в состоянии нервного, так сказать, срыва. Ну что, вот он тот самый шаг, возможно, который не достает Илье Киричкову до победы на турнире в Николаеве из серии Грам-при Евразии 2008. Выигрывает он эту партию и будет, надеюсь, улыбаться и счастливым поднимать кубок над собой. Или же опускать его под себя. В общем, что-то делать с ним. И начал для этого с правильного удара с заявкой на победу. Сейчас важно поставить ровно и ровно же ударить. Хотя бы чужой. Нет, это... Как-то поспешил, да, дёрнул руку. Жестковато ранее с ударом. Ну, видно, что волнуется. Ну, как вы сами сказали, я думаю, что он немножечко поторопился. То есть немножко не доцелил, не отработал вовные движения. Практично и методично будет сейчас обыгрывать Ярослава позиционно. Состояние у Ильи, я думаю, сейчас на определённое время подзажаться. Именно заставить ошибаться Ярослава позиционно. И если Ярослав будет совершать ошибки, Илья будет его, конечно, за это наказывать. Нет, ну то, что Ярославу давно поменять надо тактику игры, это понятно. Потому что вся эта лихая удаль вот на сегодняшний день, да ещё и в матче с таким соперником, явно не прокатывает. Ну, в данный момент вот он сейчас тоже сделал отыгрыш, накатил на кучу, но при этом не просмотрел, как стоят шары. Реально отдал шанс для Ильи. Вопрос, что Илья не воспользовался и не наказал забитием. Ярослава на три удара. Четвёртым уже всё, надо что-нибудь забить. Увидел действительно полупризрачный шар в отскок. Если и так-то не идёт, ну, что ты можешь? Уже всё, не надо испытывать судьбу. вот я сейчас побью вот эту партиечку, ну, может, ещё другую, да, вспомни други, в конце концов, или там фарт всё-таки за меня сыграет, но уже нету времени-то, нету этой партиечки, ни первой, ни второй. Бей и забивай тогда, или выигрывай, или уже, или уже резко менять тактику. Если сможешь, о чём говорил Владимир, очень сложно поменять свой тактический рисунок, подстроиться под соперника, предложить ему некомфортные условия. Видите, что мажет? То, что обычно забивает, мажет, дураки, не падают. Сразу наказание, сразу середину. При этом играл, я бы сказал, такого шара, которого нелогично просто играть. Ай-яй-яй, 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 торопится выиграть, как говорится. И так может соперник и ожить. Сейчас ведь может начать всё падать. Как у Ярослава может всё падать, я видел неоднократно. Сейчас молодец, что не играет какого-нибудь очередного сумасшедшего свояка или не менее сумасшедшего чужого. я думаю, сейчас у Ильи тоже очень интересное состояние. Состояние называется мандраж на выигрыш. Когда ты понимаешь, что уже вот-вот-вот она победа и надо немножечко зажать, зажать соперника здесь, он уже может по этому поводу нервничать. Такой приятный трепет у него происходит в душе. Ну, в общем, да. Пока никто ничего не может забить, хотя возможности для этого были у того и у другого. Как говорится, у Ярослава от страха, у Ильи от радости. Ну, вот в середину свой. Обязан сыгрывать. Даром. Только что... А, нет. Будет играть чужого в угол. А что, почему не свой в середину? Владимир, я что это... Ну, считает его более понятным. На самом деле, считает более понятным удар. Что имел право играть и в середину свояка, и чужого тоже в угол. Вот он просто отдал предпочтение именно чужому шару. Может быть, для него он был более понятен и более в нем он уверен. Я тоже в чужих иногда, уверен, гораздо сильнее, нежели в свояках. Да, это мы неоднократно отмечали, документировали вашу игру. Ну, что же, пуловское прошлое дает о себе знать. Да, это есть такое дело. Ну, как говорится, тоже тренироваться побольше надо. не скажу, что я сейчас очень большое количество времени уделяю именно тренировочному процессу. Крайне мало. Есть сваячок в исполнении Ильи. 3-0 счет, удар с руки. Да, я думаю, Илья выиграет эту встречу. да, в эту сторону побезопаснее будет играть свояка, даже в случае, если не попадаешь. Но как-то вот Илья наносит удар и все вот только, наверное, близко к размеру. Не далеко бы шар ушел от средней вузы. Интересно, сейчас будет понаблюдать за Ярославом, как он себя будет вести, когда он, наверное, уже принял решение, что выигрыша у него здесь не будет. Ну, не знаю насчет решения, вряд ли он может вообще принять такое решение, но смирился с тем, что Илья сегодня его обыграл, вот с этим скорее, наверное, Ярослав смирится. Хотя, сложно сказать, что там в душе у игрока. Вот это сейчас будет забивать. Здесь сомнений нет. Ну, здесь сильно расстраиваться не надо, это не последний турнир в жизни Ярослава, у него еще будет много побед, и неизбежно будут проигрыши, но самое главное, что ему нравится играть в бильярд, нравится выигрывать, и он получает от этого наслаждение. Вот ключевой удар, возможно, в этой парке. Рискует, рискует, Ярослав сложное делает удары. Причем на сей раз может быть даже и страховался, специально играл в такую резку, чтобы не подцепил белый шар. Рядом стоящие. ух. А что ух? Первый раз что ли такое? Ну, он понимает. Терять ему нечего и будет сыгрывать абсолютно любые фантастические удары. Если не будет что-то предлагать ему Илья более реальное. Допустим, тоже чужой свой не выбирает, выбирает чужой. А дурак? Ах ты! А шел так вдоль центральной линии стола. Очень похоже было на... Как сыграет сейчас Илья? Два варианта у него здесь, я вижу. У него есть вариант сыграть чужого, по-моему, в середину. И есть вариант сыграть чужого в угол. Уграет в угол, да, более понятный резко. А теперь свои как в середину даже можно, если правильная тяжко случилась. Мне кажется, там свой сложный, проще сыграть чужого. Более понятно, и при этом вот свои ка он выбирает. В середину. В середину играет. Своего не удержал, тут надо было ему попадать в короткий борт и уводить его практически обратно. В ту же часть стола, откуда он наносил удар, перетянул. Не точно сыграл при этом. Соответственно, можно списывать это на то, что не попало в резку и, соответственно, поминялась траектория уже и движение битка. угол прямо. Неколепно. Неколепно сыграл Ярослав. Хорошего шара, но недоволен. Не получился у него выход. Думает, так пришлось так рисковать и при этом выход не получился. Вот еще раз свой направо играет Ярослав. Нет, неудачно. шире, чем надо. А сваячок для Ильи их есть у нас. Да. По-моему, сейчас Илья забьет ему сваяка. Как говорится, реальный шанс, чтобы забрать шара. Нет. Не точно. Илья, шутки плохи. Либо сейчас, либо потом уже может не быть. Пока еще, так сказать, в отъезде у нас Ярослав, его надо брать чуть тепленьким. Если дашь прийти в себя, то все. Можно спросить у массы игроков. Не очень хороший. Вот у крыша сделал Ярослав. Оставляет пас. Сделал такое, что у Ильи есть варианты забить через оттяжку. Нет, не забивает. Но было похоже. Но шар стоит так, что там, не знаю, видно что-нибудь вообще на противоположном длинном борту. Есть шары, которые видны прямым ударом? Так плотно поставил створ луза биток, что не всегда бывает видно определенных шаров из-за того, что мешает острые губки лузы. Ну от длинного нужно уводить шар вот сюда вот правый винт вот и туда его прятать. Все верно. Только чуть поточнее можно сыграть. Ну что, Ярослав наверное будет играть этот удар. Опять, как говорится, такой удар будет выполнять, при котором что-либо проконтролировать невозможно. Крайне сложно. Ну подбоя здесь не будет никакого. вот надо предлагать такие варианты Ярославу Илье надо предлагать Ярославу эти варианты, чтобы тот бросался и так каждый раз шаристовать не будет. Шаром, что ли? Господи, ну зачем? Ну зачем? Ну вот свояк. Направо от себя в угловую вузу. Нет, налево от себя. По-моему, по-моему, он делает ошибку там. Я не знаю, дотянется, наверное, будет играть с машинкой. Непонятно, проходит свой очень тонкий или не проходит. Сверху понятно, что не проходит. А устала, судя по тому, что попросил нового Александра Тимофееву машинку. Нет, чужой. Куда? Да в средину. Будет играть свой ик. Будет, будет в длинной машинке. По отыгрышу ему нужны удары. Не хочет он, да и не нужно ему сейчас рисковать делать такие экстремальные удары. Соответственно, он будет делать очень тихий удар, при этом будет попадать тонко или шар упал или останется в районе луза. очень аккуратно сейчас надо Илье сделать такой удар. Да, причем там мешают шары, конструкция, машинку он вообще не держит. Очень аккуратно надо снять кисть машинки. Это судья стоит. Ну, хорошо, совсем, видите, тоненько-тоненько зацепил правильная сила удара и шар и шар так потрепыхался в лузе. Но зашел туда. Ну, что, шесть? Два шара? Может, одним ударом? Есть такой шанс? Сейчас покажут нам стол. Мы уже будем смотреть, что там высмотрел Илья. В угол играет опять прямого. Нет? Ну, да, вот, получается, Илья один раз нанес удар, забил два шара. После этого он еще два раза, по-моему, сделал такой удар и, как говорится, даже близко не попал. То есть, это говорит о том, что очень сложный удар делал Илья и практически идеально точно он попал, что упал два шара. После этого все удары остальные сделал не точно. Рискует Ярослав на чужого. Ну, и нужно? Через весь стол. Нужно Илье, чтобы он рисковал? Ошибается. И что предлагает Илье? Своя будет. Не на борту. Да, подошел, посмотрел на борту. А даже если на борту, то, я думаю, что пробивается. Ну, если не на борту, немножко еще легче. Еще проще, конечно. Ай-яй-яй. Ошибочка. Ошибочка. Ну, нервы, конечно, правильно совершенно Владимир охарактеризовал состояние двух игроков. Один уже не кладет, потому что боится проиграть, а другой не кладет, потому что боится выиграть. Таким образом, я предлагаю объявить ничью и разойтись по домам. Но ничьей здесь быть не может. 7-3. Да, подарок сейчас сделал Ярослав Илье. Крайне редко можно увидеть такие подставки. Тем более, когда все ближе и ближе до победы и еще соперник делает ошибку и в лузу встает прицельный шар. Это можно расценивать, как на Новый год второй раз пришел Дед Мороз с подарками. Ну, все, Ярослав уже понимает прекрасно. Ну, там может быть ключевым ударом справляется. Есть ключевой удар. Вот только сейчас он победный скидывает руки вверх. От души поздравляет Ильи Теречкова. Рады за него и мы с Владимиром Меркуловым. Поздравляем, Ильев. Поздравляем. Да, давно он не выигрывал в личном зачете ничего существенного. пускай этот наш скромный турнир станет для него что ли почином. Отсюда, может быть, пойдет возвращение этого талантливого игрока. Статистика этой партии, но сейчас даже больше, ну, вот видите, Графан не забил 10-10. Каждый бил, 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 бил. Вот с трудом забил Илья Киричков. Общая статистика сейчас появится. Ну, да, здесь Илья, конечно, превзошел Ярослава по забитым шарам, своих больше, чем чужих. Не забивал чаще. В общем, и серия максимально у него получше. А процент попадания не менее одинаков. Ну, что, вот так вот неожиданно Илья Киричков выиграл этот турнир, пройдя собственно квалификацию. И число 16 сильнейших его не смутило, и 8 сильнейших, и 4, и так далее. И теперь принимает заслуженные поздравления. Они, правда, сейчас закрыты вот этой диаграммой о том, какой лузе он отдал предпочтение. В лузу номер 4 всегда сыгрывается наибольшее количество шаров, по-моему, в любую игру. По причине, что там ставится пирамида. Да, но вот почему-то именно в 4-ую лузу, знаете, вот не который над ней. в 2-ой этап чемпионата Евразии. Потому что все правшим. Ну, наверное, да. Если будут играть левшие, то в другую сторону. Согласен с вами. Итак, Ярослав Тарновецкий сейчас будет принимать поздравление за снова второе место на турнире. Видите, он уже улыбается, прекрасно понимает, что снова второй, да. Ну, вот, собственно, и знак виктории, победа. Ну, относительная победа, потому что, конечно, хочет он уже выиграть наконец-то телевизионный турнир. Но никак пока ему это не удается. Но, повторяю, совсем мало лет этому игроку все у него еще впереди. Добавить в некоторых аспектах игры, сохранить то, что имеет и будет обыгрывать всех. Вот, ему уже достается лететь приз жительских симпатий. Очень красивый кубок. Такой получается игрок стоит на шаре. Не на бильярдном, на земном. Да. Впереди планеты всей. Согласен. Ну, а вот теперь главный, наверное, момент. Порадуемся за Илью Киричкову еще раз. Он достойно провел этот турнир, потерпел одно поражение. Это же поражение нанес своему обидчику. В общем, ровно все то, что требуется футболистам нашей сборной сегодня в полуфинале чемпионата Европы. Ну, для вас, дорогие телезрители, когда вы будете смотреть эти кадры, как, впрочем, и для нас, уже многое будет известно с футболистами. Пока речь не о них, но помним о том, что выдающуюся игру наша сборная на этом чемпионате Европы показывает. Вот победный шар Ильи Керечкова. Можно его забрать себе в коллекцию, как трофей. Так и будет. Этот финал помогали вам смотреть Павел Черемисин и Владимир Меркул. Спасибо, что были с нами. До встречи на новых турнирах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok